это методами вы говорите о методе падающего дерева в лесу да да про юнга это то же самое который этот метод значит суть этого метода что пока никто не наблюдает то что то нет значит и фактора того зачем наблюдать нет объекта наблюдения вот так вот нога нет наблюдателя то есть это вот типа того что я два человека в лесу или на полянке один другому горит и суслика виде чтобы нет нет а он есть пока нет двух наблюдателей значит пока нет и суслика уже даку 1 какая разница один наблюдатель или два большая вообще нет наблюдателя вот их не существует смотрите так вообще нет наблюдателя я понимаю их а если уже есть наблюдатель вы вы столько что до этого говорили что если наблюдатель есть то уже значит этот эффект якобы имеет правильно а если при этом вы сказали что два наблюдателя это что больше эффект что нет ну просто сам факт есть сам факт наблюдения ну так сам факт наблюдения у одного наблюдателя есть какая разница он сам факт сам факт существует наблюдатель или нет вы просто специально начали противорите себе ну ладно смотрите так я за вами наблюдаю у меня есть еще четыре человек которые за вами наблюдают либо я один либо вас либо нас 4 какая разница я за вами уже наблюдаю значит вы уже существует и правильно понятно и зная вот это все что можно понять с практической точки зрения можно понять то что мы либо как про блин интересный вопрос концептуальный такой я бы сказал ну давай не в жизни немножко подумаем не тяжело ответить сразу нужно пару пару минут на размышления ним порода много будет это пик 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 долго ждать тик 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 долго ждать слушайте ну хорошо вот сейчас ситуация такая вообще не пускал в мире какая-то странная ну и чем мы должны увидеть с точки зрения 5 таки вашей концепции на что нужно что вы за латреть я не знаю что нашел датри я не знаю и не знаю что вы должны давайте так вы говорите что мы должны увидеть я не знаю что вы должны хорошо что мы можем увидеть так скажем наблюдая может давайте так вы бы что-то что-либо увидели вы где вы не если бы дороге находитесь и вы в киеве находитесь вот находясь в киеве что вы наблюдаете основываясь на вашу так скажем концепцию войну если бы я не наблюдал скорее всего ее бы возможно бы и не было с точки зрения опять-таки тоже там физ точки зрения моей опять вы нет 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 вы хотите слышать только только себя да если секундочку если я являюсь точкой наблюдения вот и все если вы на являетесь точкой наблюдения у вас другая совсем реальность ну да я не в киеве поэтому я не вижу его и вызовите по-другому опять-таки ну что видите вы допустим у себя ну я тоже вижу военные действия но только сдалека это про которые мне говорят их не я точно их не вижу согласен но я задаю себе вопрос от чего а вы не задаете себе вопрос от чего понимаете смотрите у нас мы с мысль давайте так даже чтобы подтвердить мою концепцию мы смотрим у нас с вами разные точки наблюдения я смотрю свои зрения вы со своей но я смотрю со своей со своей я вижу что идет война а вы видите что идет спецоперация правильно нет а что вы видите во первых вот это самое я вижу от чего это взялось от чего напрямую пойти совсем с другой вашей зрении давайте так с вами на меня смотрят и увидеть вы увидели у меня значок россия и думаю диализации не увидел я увидел я увидел вас жалюзи микрофон и вашу красивую прическу которая мне показалось что вы на электризовались я подумал что вы физик поэтому дороже у вас я только же ветер и ибо нитовую палочку поэтому у меня вот так вот голос потрясающе вот поэтому я спрашиваю что я просто находясь как говорится вообще за океаном на всю эту смотря опять-таки свою с точки зрения вашей теории да и не давайте вы со своей точкой зрения посмотрю вот я прочее говорю а я не готовы к дискуссии но так вот я с это самое со своей точки зрения как вы говорите со своего полиса своего угла глядя на то что происходит основываясь на вашей теории первую очередь задаю себе вопрос от чего то есть знаете это какого-то убит у буддистов если вот посмотреть на кружку что она у лежит на полу то можно увидеть разбитую кружку и все на этом себя ограничить а можно задуматься какого хрена она разбит она же до этого была где-то целая правильно где она была целая на столе а почему она упала потому что ее кто-то толкнул кружкой до этого вы меня перебиваете зря не хотите вы понять получается вы получается уперлись только в свое а мы договорились изначально что мы будем порассуждаем правильно так вот я еще раз говорю зачем вы меня перебили вот вы в цепочку мою можете понять чтобы кружка разбитая на полу она изна была до этого целая а целая она была где на столе а на столе она была этот самое какое-то время а почему она вдруг разбита потому что кто-то ее допустим толкнула наш сама не могла туда грохнуться вот это цепочку я допустим могу понять то есть я это просматриваю но к сожалению то что вы говорите к сожалению в моем понимании вы только видите разбитую кружку с точки зрения того что происходит у вас киеве позвольте вам объяснить и конечно я вижу не разбитую кружку и вижу разбитую кружку которая стояла перед этим на столе вернем до время назад есть кружка на столе что такое стол кто его создал кто создал кружку как она на нем появилась зачем это все произошло кто это все создал и для чего это все было нужно и все вы это видите конечно потому что уверены потому что в концепции есть всего лишь четыре вопроса в любой концепции кто мы где мы что мы здесь делаем для чего это все кто создал стол и кружку где это было для чего это все и что она здесь делает понимаете но теперь от демагогии к практике так что получается происходит или произошло в киеве вернемся в самое историческое вообще давайте вернемся вообще вот прям назад чтобы отмотать прям давайте не будем отматывать до состояния когда стол делали из дерева и это дерево то что же ну а почему потому что когда-то притащили дерево из меня за листик 10 вы хотите получить ответ на вопрос да тогда давайте вернем вернемся самый назад ну давайте только когда вы тоже не давайте лачить не просто типа питатом люди топором рубили дерево а вот или там не топором давай к расскажите мне по вашу точку зрения мы хотели жить хорошо кто это мы славяне мы хотели мы захотели жить хорошо мы захотели да мы захотели хорошо жить вот нам захотелось знаете жить лучше чем было до этого лучше чем соседи затеяли войну мы сами затеяли выиграли определили что вот это наша территория мы сами определили это это было а какая-то война была извиняюсь чтобы понимать него неважно смотрите неважно явно да конечно я вам просто немножко более там борь более важно дату назову 900 по моему там 80 или какой-то 987 до нашей эры или после в нашей крещении да мы решили покрестить трус и подумали так но мы славяне киевляне мои предки да мы решили смотрите у меня вам тяжело это понять у меня знаете я я когда это говорю чтобы вы понимали у меня резонанс сердцем возникает вам это тяжело понять не мне надо тяжело до понять и игры мы крестили рус знаете у меня так сразу внутри возникает не ну понятное дело оружие крестил на ее крестили да это наша земля мы этот и наша это имеют виду славян правильно киевская земля то у вас славяне то у вас киевляне что-то я какая разница дело дело не в этом дело в ощущениях вы должны это ощущать конечно же вы же понимаете что то есть уже ушли это скажем на ну хорошо давайте перейдем и так все таки мы крестили русь мы придумали язык русский это наш язык ну что он там трансформировался в разные языки потом белорусский русский украинский это неважно все язык это наш в любом случае мы являемся первоисточником всего этого конечно если мы если вы этого не понимаете не дольше понятно дальше секундочку если вы этого не понимаете это ваши проблемы вы можете жить где угодно любой другой язык мы не против опять таки мы не против пожалуйста ради бога нам мешайте у нас все в порядке теперь прошло сколько там тысячу нет не тысячу 800 лет плюс-минус кто-то там решил что он может на нас напасть мы заключили с ними мир переославская рада там надо было такая штука хрена пофигу было бы была такая вот у нас понимаете отведение раз ответвление произошло ответвление так да 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 было такое и мы с ними попробовали заключить мир мы подумали что знаете мы были не правы давайте давайте мы с ними мир заключим что они не будут нас трогать все будет хорошо произошел иначе мы провтыкали всего лишь 300 лет прошло после 300 400 лет прошло сегодня а можно вернуться хотя бы в двадцатый век давайте вернемся ну и в результате вот настал двадцатый век что дальше 1901 год и от него поскакали а то там про мамонтов не что-то неинтересно ну давайте в 17 прыгнем сразу в 1917 да ну давайте что было в 1917 году в январе мальчик был очень такой который считал себя очень хорошим сильным товарищем до который не смог отстоять свои позиции которого пришли и вздернули на хрен со всей его семьей он просто не стоял своей позиции если бы он был смелый такой как мы и и ценил бы наши традиции такой как вы такой как мы да он бы он бы взял бы вот этих ленинов всем от тех которые он бы взял бы вышел и и выебал бы всех на вот и все вы вроде начинали как-то так научно-культурно а я говорю по эмоциям я говорю про черно она нам от нам а почему бы нет а мат это исконно русский ну вот до коми и русская чужда зачем же вы на него серебручка я не говорил что мне чудо я говорю что мы являемся прародителями не подменяйте пожалуйста то есть 1917 году у вас началось с того что николай николай да николай 2 просто очкошником оказался вот когда который обоссался когда в семнадцатом году когда семнадцатом году в каком-то там каком-то и понятно а ленин то тут при чем о том что это он взял пришел подождите когда отрекся николай 2 отрекся от ростов он отрекся от престола вы уверены до либо вы пришли и убили его убили семнадцатом году до офигеть представляете надо такое дело и вы в угол залезть и посмотрите когда николай второго то убили в угол да в угол в угол на вы очень удивитесь представляете как вы не правы ну ланч дальше хорошо и так по вашему в семнадцатом году ночной год отпраздновали этот самый тут николай второй значит как говорится за сал как вы говорите то да сё чмошник и он не смог остановить ленина офигенно дальше что его семью ёбнули вы без матов можете разговаривать или или получается уже поплыли человек который переходит на маты после того как вроде бы только что разговаривал стеклянным языком не просто говорит о том что у вас аргументы уже кончились почему вас оскорбляет мой мат это просто язык какая разница ёбнули большая разговариваете с человеком который старше вас два раза это всего лишь не будет они быдло какая вам разница вы быдло не будьте ёбнули понятно вы выглядеть будете какая разница ну давайте вы не рассказывайте просто я с вами началось говорит как с нормальным человеком что а вы перешли на уровень быдло я с вами дальше буду разговаривать как с быдло вам какая разница большая и сказал что не если вы быдло продолжайте быдло звуки ну дальше да нет звука вас это оскорбляет или что быдло рассказывай дальше и слушаю тебя потом что началось что оба 0 ебанули николая вас устраивает то вы сдернули то у вас николая где-то чернули ебанули какая разница ленин пришлось кошник что ленин это ленина вода и конечно же конечно а кто еще акта акта кто-то другой был ну я ж не знаю рассказывать давайте вы мне расскажите не 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 давайте расскажите сначала свою историю а потом я вам если у вас хватит смелости могу рассказать свою настоящую историю нет отключился быдлячество самое настоящее быдлячество а самое интересное знаете насколько у них в мозгах насрано зато такое было начало умного типа человека который понимает физику и даже какую-то теорию ты два плюс два сложить не можешь и понять от чего блин нафиг человек если падает блин нафиг с третьего этажа то почему его не ловит на восьмом блин даже этого не знаешь ой господи боже мой трудно нам будет и не только покориться в этой войне победить которая происходит сейчас на территории украины но самое интересное что трудно будет в борьбе за мозги а там вообще труба понимаете ведь это же почти у каждого и у каждой и у детей уже и переселять их некуда куда их переселять к пингвинам только так пингвины против хотя был бы неплохой вариант вот как то так извините как говорится за откровенность всем понимание спасибо за внимание поставьте лайки напишите комментарии что вы думаете по поводу этого так скажем лауреата ученой степени интересно же я комментарии читаю не всегда отвечаю но читаю спасибо за внимание пока пока